Всем привет! Раньше я уже готовила пампушки. Рецепта как такового не было, потому что гвоздем выпуска был борщ. Но теперь я решила исправить ситуацию, и сегодняшний выпуск я посвящаю этим мягким, нежным, вкусным булочкам с чесноком, с укропом и со сливочным маслом. Восхитительный аромат! Это не передать просто словами, это нужно попробовать, это надо почувствовать. Вы уже почувствовали? Тогда ставьте лайк и начнем! Итак, для дрожжевого теста нам понадобится 400 г муки, 200 мл теплой воды, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. сухих дрожжей, 2 ст.л. растительного масла и по желанию можно в воду добавить 1 ст.л. молока или сливок. А для пропитки нужно 60 г сливочного масла, пару зубчиков чеснока и укроп. В стакане теплой воды. Вода обязательно должна быть теплой, не горячая и не холодная. Потрогайте руками, если вам комфортно, значит и дрожжам тоже будет комфортно. Чайную ложку сахара, молоко или сливки и чайную ложку дрожжей. Все перемешаем и накроем пищевой пленкой. Оставим на 10-15 минут. Дрожжи должны начать свою работу, должна образоваться дрожжевая шапочка. Муку лучше просеять, так она насытится кислородом и тесто будет более пышное. К муке добавляю чайную ложку соли и перемешиваем. Делаем в муке такое небольшое углубление. Дрожжи подошли, смотрите, какая образовалась красивая шапочка. Теперь подготовленные наши дрожжи выливаем в центр наше углубление. Туда же выливаем растительное масло и замешиваем тесто. Не бойтесь испачкаться, тесто в конце концов отстанет от ваших рук и перестанет прилипать. Вот как уже у меня сейчас. Формирую из него вот такой шарик, накрываем пищевой пленкой и даем ему подняться. Если хотите ускорить этот процесс, то поставьте тесто куда-нибудь в очень теплое место, например, к батарее или к печке. И так у вас уже через час-полтора будет готовое тесто. Ну а если вы никуда не спешите, то можете просто оставить на кухонном столе при кофтной температуре. Когда оно поднимется в два раза, вы увидите, значит все готово. Прошло полтора часа, тесто хорошо подошло. Присыплю немного стол мукой, выкладываем тесто. И теперь его нужно немножечко обмять руками. Оно очень мягкое, нежное, буквально чуть-чуть. Все, а теперь отщипываем от теста небольшие комочки, ну примерно с такой крупный грецкий орех. И формируем из них такие шарики, будущие наши помпушечки. Вот такие. И выкладываем их сразу в форму, где будем выпекать. Распределите помпушки не слишком близко к друг другу, но и не слишком далеко. Накроем сухим чистым полотенцем и дадим им расстояться минут 20-30. Они увеличатся в полтора-два раза в объеме. Спустя 30 минут. Идеально! Пора ставить выпекать в заранее разогретую духовку на 180 градусов примерно на 25-30 минут. А пока полочки выпекаются, приготовим пропитку. Для этого нужно растопить сливочное масло. Я делаю это в микроволновке. Измельчить чеснок. Можно это сделать на терке. Измельчить укроп. Возьмем только листочки. Палки нам не нужны. И укроп вместе с чесноком отправляем в масло. И все перемешиваем. Готово! Ждем помпушки. Пампушечки готовы. Достаем их из духовки. И смазываем их обильно нашим чесночно-укропным маслом. Вот так, пока еще горячие. Накрою их пергаментом и тем же сухим чистеньким полотенцем. Дадим им хорошенечко пропитаться. Пергамент я постелила для того, чтобы не испачкать маслом полотенце. Пропитались великолепно. Подавайте их первым блюдом. Конечно же, к борщу. Борщ с чесночными помпушками. Это же такая вкуснятина. А как приготовить борщ, подсказочка слева, где-то справа, в верхнем углу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем желаю приятного аппетита. Поставьте лайк, кто еще не поставил. Подпишись, кто еще не подписан. И до новых вкусных встреч. Пока-пока! Пару зубчиков чеснока и укроп. А где укроп? Отправляю туда столовую ложку, чайную ложку сахара. В стакане теплой воды потрогайте обязательно... Ой, неправильно, подожди. Вообще сначала. И оставим на 10-15 минут. Дадим дрожжам. Дрожжа должна начать свою работу. Должна образоваться. Должна. Муку лучше просеять. Так она набогатится. Например, к батарее или к печке. Ну, и тогда через 1,5-2 часа... Распределите помпушки не слишком близко друг к другу.